Всем привет, с вами Редяной, и да, я до сих пор играю в Patemon Go. Не так давно я заново установил себе это приложение, эту игрушку. Я играл в неё давно, когда она только вышла, её даже не было ещё на Google Маркете, качалась она какими-то странными способами. Ну вот уже где-то полгодика ещё установил себе, и действительно, слушайте, подошёл с другой стороны к этой игре, и годная игра. Да, вот, но поговорим не конкретно об игре, а про руководство к ней. Не так давно я закупился литературой на разную игровую тематику, и в ближайших роликах, думаю, про каждое это издание я расскажу. Ну вот сегодня начнём про такое неофициальное издание, как написано даже на самой обложке, к игре Patemon Go. Собственно, ну, можете подумать, что это действительно глупость, да, взял приложение, запустил, и, как бы, всё нормально, да, всё интуитивно. Но некоторые моменты остаются неясными. То есть, что здесь особо приятно, в этой книжке здесь есть покемон, каждый покемон написано, в какую эволюционную форму он в дальнейшем приобретает, то есть, когда ты его прокачиваешь, вот, все-все-все они описаны. Также в этой книжке описывается то, ну, вот, какой покемон какого побеждает, и много-много разных подробностей, то есть, там, водный против огня будет немножко слабее. Вот, ну, или не суть. В общем, здесь всё описано, всё подробно. Если посмотреть подробнее на эту книжку, собственно, для чего мы здесь и собрались, то вот она представляет из себя издание в таком мягком переплёте, достаточно толстенькое, уверенное. Купил я его, ну, тут цена стоит... Ну, давай. Оп. 624 рубля, но на самом деле через интернет-магазин порядка 450 рублей. Обошлось мне это издание. Вот. Ну, давайте посмотрим углавление. Вот на содержание. Ну, правила безопасности. Это, да, скорее относится либо к детям, либо к сумасшедшим японцам, которые... В Японии у меня недавно была подруга, и она говорит, там все поголовные играют. То есть, даже они какую-то базу пытались захватить, а рядом оказались дед с бабулькой, которая из команды другого цвета. Ну, скорее всего, вы знаете, что там красный, синий, желтый. Вот. Сидели и, да, откидывали им людей. Так что этой игре в Японии все возрасты покорны. Вот. Ну, дальше ерунда, ерунда. Вот. Ну, и пошло руководство, как выследить покемонов. Оказывается, не всех покемонов можно найти, допустим, у нас в России. То есть, те, которые есть в России и Европе, не факт, что они будут где-то в Японии. Но это не значит, что без поездки в Японию не обойтись. Тут опять же написано, как добыть этих покемонов. Есть различные инкубаторы и так далее. То есть, я думаю, если вы установите приложение, прочитаете какую-то книжку, то очень много интересного для себя почерпняйте. Вот. Типа покемонов. Как правильно атаковать. Ну, и я думаю, все остальное вы сами видите. Но опять же, ради чего, собственно, я и покупал эту книжку. Это вот ради вот этих вот страничек. Сейчас вот отлистаю на самое начало. Вот. Поки профили. Открываем и пошло. Ну, допустим, рассмотрим на примере бульбазавра. Вот написано его вид, тип, краткое описание, сколько нужно ему конфеток, для того, чтобы он эволюционировал. Ну, и следующая его форма. Вот она. Вот она. То есть, сразу видим, да, во что эволюционирует наш бульбазаврик. Ну, и так далее. С остальными покемонами. Вот, собственно, ради этого я эту книжку и приобретал. Потому что такие картинки... В свое время карточки я какие-то не собирал, а вот так достаточно даже удобно полистать, посмотреть, ну, и что-то для себя почерпнуть. В принципе, из игр на мобилок мне никогда ничего серьезного не заходило. Единственное исключение это... Стрэндж оф Синкс. Это очень странные дела. Неплохая такая восьмибиточка на мобилке не так давно вышла. Если не играли, обязательно ознакомьтесь. Ссылочку прикреплю в описании на игру. И вот покемоны. Ну, покемоны это скорее такая онлайн игра. И действительно единственная какая-то игра в реальном времени, которая меня привлекла. Все остальные... Ну, что-то как-то не заходит. То есть, я даже по PlayStation 4 подписку PS Plus не беру. Потому что в онлайне просто не играю. Да что там говорить. Тот же самый Fortnite мне не зашел. Самый последний раз, когда я играл в какой-то онлайн, это был CS 1.6. Вот такие далекие времена. Вот. Ну, а так. Если вам вдруг стала интересна эта игра. Если вы когда-то в нее играли и решили освежить свои навыки, знания. То вот подобная книжечка будет полезна. И, ну, не знаю. По мне не зазорно. Я сидел в транспорте спокойно ее листал. И плевать мне было на какие-то там... Если были косящиеся взгляды. Типа, да, вот взрослый мужик сидит. Про покемонов листает. Вот. Потому что это мой интерес. Это мое хобби. Это игры в первую очередь. Так что почему? Зачем чего-то стесняться. Вот. Ну, а в следующих роликах расскажу о других книжках. Там уже будет более такая серьезная литература. Вот. Так что, увидимся. Всем пока. И да. Прошу прощения за грязный палец. Это краска. Все. Пока. Прошу прощения за грязный палец. 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 Прошу прощения за грязный палец.